Вот уже 15 лет в Германии ежегодно проводится чемпионат страны по грилю. Для того, чтобы отведать ароматное сочное блюдо, которое при этом лишается ненужного жира, но сохраняет все витамины и микроэлементы, вовсе не обязательно ехать так далеко. Ведь сегодня трудно представить себе загородный дом без гриля или барбекю. Итак, самое простое приспособление для приготовления шашлыка – мангал. Он обычно изготавливается в виде ящика, в котором тепловое воздействие на продукт осуществляется снизу и сбоку. Недостатком мангала является то, что в нём тяжело регулировать тягу. Из-за этого дополнительное поступление воздуха достигается за счёт активного обмахивания мангала фанеркой, газетой или иным приспособлением. Обычный мангал. Плюсы. Просто приготовление еды. Невысокая стоимость. Минусы. Тепловое воздействие на продукт осуществляется снизу и сбоку. Тяжело регулировать тягу. Светлана, на гриле готовить быстро, удобно и вкусно. Здесь мы видим многообразие грилей и мангалов. В чём они различаются, если так вкратце? Бывает широкий ассортимент грилей и мангалов. Вот это у нас всё. Это мангалы, это у нас гриле. Гриль, можно сказать, это тот же самый мангал, только другой формы. В основном с крышкой. В отличие от мангала, в корпусах более сложных устройств, таких как гриль и барбекю, предусмотрены отверстия с крышками для регулировки поступления воздуха. Некоторые модели грилей также оснащены вертелом, фиксированным или откидным столиком, на котором удобно размещать всё необходимое для приготовления пищи. Гриль отличается от барбекю ещё тем, что гриль укомплектован крышкой, а в барбекю она не предусмотрена. Благодаря крышке гриль обеспечивает не только термическое воздействие на продукт и лёгкое пропитывание блюда дымом, но и возможность настоящего копчения. Гриль и барбекю. Плюсы. Предусмотрено отверстие с крышками для регулировки поступления воздуха. Наличие дополнительного оборудования. Крышка, вертел, откидной столик. Возможность настоящего копчения. Минусы. Более громоздкая конструкция. Высокая стоимость. Здесь у нас мангалы, которые выглядят более профессионально. Эти модели 2 мм сталь, большой профессиональный мангал 4 мм. То есть это хорошие, основательные, качественные мангалы. Удобно держать такой мангал на участке, удобно с ним перемещаться. Так как с одной стороны здесь мы видим колёсики, вы легко взяли за ручку и перетащили этот мангал на любое место. Хотя при этом он довольно тяжёлый. Что очень хорошо для качества приготовления пищи. Ну и понятно, на срок службы это влияет. Регулируется высота, на которую можете держать шампура. Вы выдвигаете вот такие вот удобные две стойки на любую высоту, которая вам нужна. Это удобно для приготовления, когда вы делаете либо шашлык, либо, например, люля-кебаб. И именно эта высота играет решающую роль в приготовлении пищи. Совершенно верно. Кроме этого здесь есть, видите, тоже очень удобная стойка с несколькими уровнями, на которые вы можете поставить вертел. Опять же, всё в ваших силах. Вы чувствуете, до какой степени у вас уже готово мясо. Вот вы за всем следите. У меня потекли уже слюнки, честно. Не то слово. Если мы посмотрим вот этот мангал, обратите на него внимание, этот мангал называется профессиональным. Он просто, в отличие от первой модели, более высокий, более мощный. Ну и выглядит понятно, что очень солидно и не стыдно такой мангал поставить на любой даче. Что здесь есть? Здесь у нас есть дополнительный даже ящик. Здесь, открывая вот такую вот дверцу, вы регулируете поддув. Поэтому закрывая, открывая, это очень легко со всем справиться. И видите, здесь есть перегородки. Понятно, что этот мангал больше, чем тот. И здесь есть специальные вертикальные перегородки. То есть мы можем готовить разную пищу? Это значит, что вы можете, в отличие от того, сколько вы готовите пищи, вы можете использовать не всю поверхность этого мангала, а только часть её. Поэтому дров вы можете положить где-то вот сбоку немножко и здесь приготовить несколько порций. Понятно. А ещё здесь есть, я смотрю, такая вот специальная насадка в виде, для того, чтобы делать мясо-грив. Да, настоящий гриф, по факту. Да, совершенно верно. Здесь в комплект ходят и вертел, и различные совочки, кочерга. То есть готовить всё очень удобно. Сбоку вы можете поставить внизу различные бутылки, которые у вас есть. Очень удобная поверхность. Положить дрова и уголь. Всё будет в одном месте. Здесь вы можете поставить различные принадлежности для приготовления пищи. У вас всё под рукой и очень комфортно. Ну что, нам остаётся только пойти и приготовить мясо на гриле. Владельцам загородных участков стоит выбирать между стационарным мангалом, грилем и барбекю. Как правило, такие приспособления имеют две жарочные ёмкости и могут одновременно использоваться для разных процессов. Один для копчения, другой для жарки. Сегодня у меня здесь газовый гриль, и я достаточно быстро и просто приготовлю мясо. Точнее, мясо птицы. Я его отбила, посолила, поперчила, и сейчас вот так вот раз положу на гриль. Газовый гриль явился для меня открытием. Как это произошло? У нас был семейный праздник, и мне нужно было приготовить много еды на большое количество людей. И вдруг муж мне сказал, а давай-ка купим гриль. И мы быстренько поехали в магазин и купили гриль. И действительно, это очень удобно. Накупили много мяса, и буквально за 15 минут накормили целую ораву людей. Когда мы приехали в магазин, перед нами стоял выбор, какой гриль брать. Обычный мангал, собственно, который есть всегда везде у всех, его можно соорудить буквально из ничего. Либо взять газовый гриль. И мы выбрали газовый. Почему? Да потому что это очень быстро. Разожгли, включили, и еда у вас практически тут же готова. Причем готовить на нем можно все. И мясо, и птицу, и овощи. Здесь есть специальное приспособление, на которое можно повесить тушки птицы, и они будут крутиться, как на настоящем гриле в магазине. Это очень удобно. Газовые грили. Плюсы. Моментальный старт. Возможность точного контроля температуры. Универсальность. Можно приготовить все, что угодно. Легкая чистка. Нет ни угля, ни золы. Минусы. Высокая стоимость. Отсутствие аромата дыма. Ну что, мясо у нас готово. Буквально за 5 минут оно прекрасно прожарилось. Оно сочное, не пересушенное. Запах фантастический. И ничего, что оно такого немножко небрежного вида, в этом есть какой-то определенный кайф. Сейчас я сверху все это посыплю свежей травой, сделаю дополнительный соус, и, пожалуйста, обед готов. 5 минут. Все. Мы продолжаем рассказ о карликово-французских овцах. Сегодня мы расскажем вам о том, как правильно обустроить жилища для ваших кучерявых питомцев и научим вас правильно за ними ухаживать. Потребность питания овец зависит от их размера, веса, возраста и стадии развития. Как правило, взрослые овца ежедневно потребляют сухого корма около 2% от своего веса. При этом рекомендуется, чтобы овца в своем дневном рационе получала от 8 до 10% белка. Овцы должны иметь защиту от экстремальных погодных условий. При этом вовсе не обязательно, чтобы их загон был дорогим. Достаточно просто обеспечить им возможность укрыться от дождя, снега или ветра. Я буквально помню, как я держала карандаш, бумагу и рисовала вот этот вот миниатюрный хлеб для своих животных. При этом не обладая никаким опытом, кроме того, что я находила в интернете какую-то полезную информацию. Я чертила у себя в квартире, шагами мерила, где они будут есть, где они будут спать, где я буду ходить. И это очень важно. То есть кажется, что они такие маленькие, и им нужно-то всего лишь метр на метр. Но это не так. Но начнем сначала. Начнем со входа. Здесь у меня есть небольшой предбанник, который разделяет, собственно, весь хлеб от входа. Для чего? Зимой при температуре минус 20. Своего рода это служит барьером от холодных температур, которые находятся за этой дверью. Я очень рада, что он есть. Более того, у меня здесь есть батарея. И мне задавали вопрос, ну зачем тебе батарея? Собственно, в хлебу температура может быть даже до минус 4, минус 5. Это же животные уличные. Но могу сказать, когда была температура минус 25, я была очень рада этой батарее. Потому что она создавала эту воздушную теплую подушку и не давала возможности холодному воздуху проходить с улицы. Также у меня здесь есть кран. Это такая своего рода роскошь, наверное, в хлебу иметь кран. Но это очень удобно, потому что когда вы убираетесь, вы пообщались с животными, всегда можете помыть руки, вытереть их. Ну, в общем, это роскошь, я так считаю. Также у меня здесь есть средства для уборки, расчески, ножницы, шапочки на Новый год. Вот, корзинки для яиц для птиц, даже лампочка есть, ночничок. Вот, собственно, и весь предбанник. А, еще у меня есть дополнительная вода. Кстати, это тоже удобно. Когда вы наливаете воду через кран, ну, ведро стоит неудобно. Я попросила, чтобы мне сделали отдельно вот такой вот кран. Это удобно. Вы должны все это просчитывать заранее. Вот такие вот нюансы, мелочи. Потом, когда уже хлеб построен, или, как вы знаете, дом построен, это уже не сделать. Уже, ну, невозможно. Поэтому буквально ходите и представляете себе. Вот вы вошли и представляете, что здесь будет, что справа, что слева. Как вы будете мыть руки, как вы будете, не знаю, что-то куда-то вешать, где это будет все висеть. Должно быть еще много света, кстати. Вот здесь он у меня есть. Идем дальше. Покажу сеновал. И, кстати, учитывая, что места у меня здесь очень мало, я сразу стала думать о том, а где же будет лестница. Сначала в моем проекте она была прямо посередине. Но дальше я поняла, что это неудобно, не убираться, не ходить. Поэтому вот я придумала, это мое ноу-хау, кстати, вот такую лестницу на крючках, обычные крючки, которые продаются в магазине. Вот так вот ее снимаешь, вставишь и полез наверх. Пошли со мной. Залезайте. Собственно, вот и весь сеновал. Он вам просто буквально необходим, как воздух, потому что вы должны понимать, где вы будете хранить сено. Вы должны понимать, где вы будете хранить опилки и всякие сопутствующие товары. Вот здесь, кстати, что у нас лежит? А, здесь у нас лежит зерно, между прочим. Зерно для овец и зерно для кур. То есть вот такие места, лузыкуточки, они очень необходимы. Обычно в летнее время здесь сумасшедший запах, запах сена, свежескошенной травы. Сейчас, благодаря тому, что на улице минус 20, видимо, этот запах куда-то исчез. Но, так или иначе, здесь приятно находиться. Иногда я сюда захожу, сажусь, ложусь и медитирую. Очень классно. Ну, а еще раз помните, мы говорили с вами в прошлой программе про сено, как его выбирать. Давайте я вам еще раз покажу. Вот мы берем кипу. Вот что мы делаем? Мы вот так вот разрываем сено и смотрим. Оно должно быть без пыли. Это говорит о том, что оно было хорошо высушено, собрано в правильный период. Оно было собрано не мокрым после дождей, высушено качественно. Нормальное сено должно сушиться несколько недель, а то и целый месяц. Ну, и заодно вы видите, что оно разнотравное. Тут куча всяких ромашек, лютиков и прочего полезного. Весь мокурятник и весь хлеб обид специальным материалом ОСБ. Это такой наиболее приближенный к натуральному материалу, который используется везде в Европе, который обработан специальным составом. Хороший материал, и всем рекомендую его использовать в тех помещениях, где у вас живут животные. Андрей, ОСБ популярный нынче материал. Почему он так популярен? Скорее всего, не только из-за того, что он довольно дешевый в производстве, а еще из-за того, что он удобен. Он выпускается очень широкой линейкой от 6 мм до 25 мм. И используется практически во всем цикле строительства, начиная от фундамента, заканчивая уже возведением под крышу. Потому что это отходы лесного производства, то есть идет щепка длиной 6-9 см. Так как очень высокое давление, клея требуется минимальное количество. Может быть, из-за этого он считается экологически чистым. Там 97% дерева, щепы, ну и 3% связующих материалов. То есть при выборе ОСБ нам нужно будет знать, куда он нам понадобится, да, для каких целей. Будь это облицовка крыши, будь это облицовка стен. И, соответственно, нам нужно будет выбирать фракцию, с которой он сделан. Так как у вас здесь животные, и вы особо краской здесь пользоваться не можете, то ОСБ покрыт специальным веществом, которое, собственно, предохраняет эту доску от влаги. И еще одна очень важная часть при строительстве хлева или домика для животных – это вентиляция. Она необходима, она просто должна быть. Если вентиляции недостаточно, если большая влажность, сено начинает преть. Если за бортом минус 20, то оно покрывается инеем. Вам это не нужно, мне это не нужно, поэтому с вентиляцией у меня все хорошо. Значит, что еще насчет пола? Конечно, правильно делать для животных полуземляное. Это земля фактически, да, то есть вокруг вы бетонируете, ставите стены, делаете, бетонируете дорожки, по которым вы ходите, а непосредственно места, где живут животные, они делаются, то есть они ничем не закладываются. То есть это просто земля, песок, засыпаете песок. А дальше я, благодаря советам хороших людей, всем тоже рекомендую, посыпала это все опилками. Это удобно тем, что вы можете легко убрать, например, овечка испражнилась, вы подошли, убрали совком эту часть, потому что опилки, они в себя вжимают, как средство для туалета для кошек. Знаете, оно точно таким же свойством обладает. И дальше вы подсыпали свежих опилок, и все, у вас сухо, у вас нет практически запаха, и очень удобно ухаживать за животными. Овцы и козы должны всегда иметь доступ к свежей и чистой воде. В отличие от крупного рогатого скота, овцы не могут пить грязную воду. Необходимо обеспечить вашим любимцам достаточное потребление чистой воды. Это поможет предотвратить у ваших овечек образование камней в почках или мочевых путях. Еще одна очень важная вещь в помещении для животных – это свет. Как я уже говорила ранее, свет – это здоровье для ваших животных, поэтому если у вас есть такая возможность, я понимаю, что не все могут, не всем удобно, у некоторых помещения маленькие и так далее. Но все-таки постарайтесь сделать хоть окошечко, хоть какую-то дырочку, не просто лампочку повесить, лампочка – это само собой даже не обсуждается. А свет днем – это необходимая вещь. Поэтому я максимально сделала, что света у меня всегда много. Даже если выключить электричество, да, здесь всегда светло днем. Тогда животные меньше болеют, тогда они не уходят в депрессию, как это ни странно. Поэтому свет – это все. Жилища для овец. Плюсы. Не требуется специального проекта и разрешения на строительство. Можно использовать подручные стройматериалы. Дополнительная защита от хищников. Минусы. Необходимость периодической дезинфекции. Трудоемкость в оборудовании поилок, вентиляции и освещения. Требуется периодический ремонт помещения. Покраска, побелка и прочее. Далее в программе. Умный дом – это когда в доме все включается и выключается, словно по щучьему велению. Но полный комплект такой чудо-техники не каждому по карману. Да и не каждому он нужен в полном объеме. Для повышения IQ вашего дома зачастую вполне достаточно установить несколько недорогих таймеров. Поскольку электроэнергия в жилых домах потребляется постоянно и круглосуточно, то и оплата за нее составляет существенную долю всех расходов, затрачиваемых на содержание жилья. Сегодня мы расскажем вам о том, как можно заметно снизить расход электроэнергии, применяя средства автоматического управления электропитанием. Таймеры. Наши надежные электронные и механические помощники. Таймеры, или как их еще называют, реле времени, представляют собой устройства, которые управляют функцией включения или выключения света, электробутовых или электронагревательных приборов. Евгений, хочется поговорить про принцип работы механических таймеров. На чем он основан? Механический таймер, в общем-то, достаточно простая вещь. Внутри стоит простенький такой шаговый двигатель, электромагнитик, который проворачивает вот это колесико с определенной скоростью. Вот. И это делает он полный оборот за 24 часа вот это колесико. Все, значит, нужно... То есть мы можем установить, нужно нам время, например, с двух до четырех, каждый день у нас включается либо прибор, либо включается свет. После этого все, программирование завершено. Мы втыкаем его в нашу розетку, так, и сюда втыкаем розетку с нагрузкой. Когда мы включаем ее, так, вот, то механизм начинает действовать. То есть механизм работает за счет электричества? Да-да-да, именно так. Кстати, вопрос. А что происходит, если у нас перебой электричества, сбой? Каким образом тогда начинает опять работать наш таймер? В данном случае наш таймер начинает работать с того момента, когда возобновилась подача напряжения. Это может быть немножко другое время. Ага, то есть сбой может произойти. То есть, да, он сам, вернее, вставать на нормальное время уже сам не сможет. Понятно. Поэтому если у вас был перебой электричества, обязательно проверьте ваш таймер и поставьте его опять на нужное время, да? Да-да-да. Кроме вот этого таймера, это у нас был суточный, так называемый, таймер. Вот. Мы можем программировать в течение 24 часов включения-выключения. Шаг установки этого таймера равен 15 минутам. То есть мы можем запрограммировать включение какого-то прибора и выключение прибора на 15 минут. Это минимум. На 15 минут. А максимум 24 часа? Максимум 24 часа. Все это поднимите, и он будет работать круглой сутки. Отлично. А, кстати, плюс я скажу еще, для чего это нужно. Это нужно для того, например, если вы включили гирлянду елочную, например, да, и для того, чтобы вам каждое утро ее не выключать и каждый вечер ее не включать, вы можете установить вот такой таймер, который сам, после того, как вы все запрограммируете, сам будет каждый вечер включать вашу елку, вашу гирлянду, и сам будет утром, рано утром в 4 утра, когда уже никому не нужно ее выключать. Ну и прочие... Абсолютно верно. А как он ведет себя на улице? На улице он ведет себя нормально, однако, однако, это все равно прибор. В любом случае это прибор. Все приборы нужно как-то, ну, хранить более-менее в теплом месте. Таймеры. Механические. Плюсы. Просты в применении. Низкая стоимость. Минусы. Пониженная точность включения-выключения. От 10 до 20 минут. Все таймеры можно разделить на две группы. Механические и электронные. Их еще часто называют цифровыми. Механический таймер очень прост в применении и подойдет вам, если точность включения-выключения составляет 10-20 минут. Если же вам необходима уникальная программа на каждый день недели с высокой точностью, вам потребуется таймер электронный. Говоря о механических таймерах, хочется еще упомянуть таймеры цифровые. Цифровые таймеры позволяют установку включения-выключения на одну минуту. То есть одна минута. Минимально. Минимально. Одна минута. То есть расшифровывая, что это значит. Это значит, если вы хотите, чтобы ваша лампочка на вашем рабочем столе включилась и выключилась через минуту, вот этот таймер нам позволит это сделать. То есть если механический таймер у нас был ограничен минимальным временем 15 минут, то есть ваша лампочка выключилась бы только через 15 минут минимально, то цифровой таймер у нас позволяет это сделать с минимальным шагом 1 минута. Да, да, да. Но хочется сразу сказать про его минус, этого таймера. Как раз именно цифровой таймер, наверное, если мы включим его на улице, в минус 5-10. Любая электроника на открытом воздухе, тем более в минусовых температурах, работает достаточно плохо. Но, тем не менее, вещь хорошая, если ей пользоваться умеючи и в хороших климатических условиях, скажем так. Хорошо. Кроме этого, есть у нас еще вот такие таймеры, которые недельные таймеры, недельные механические таймеры. Вот такой у меня, кстати говоря. Да, недельные механические таймеры. Ну, в принципе, принцип их тот же самый, что и суточных таймеров. Сколько здесь немножко расширена шкала, и эта шкала поделена на 7 дней в неделе. Мы можем запрограммировать, допустим, понедельник, чтобы наша лампочка горела с 10 до 12 дня, а во вторник с 12 дня до Старкита. Такого у меня нет, у меня вопрос. На каждый день можно поставить свои установки, на каждый день недели, и ваш таймер будет отрабатывать это в круговом режиме. То есть, пока он в розетке, он будет работать неделями, отрабатывая эту программу. То есть, например, в выходной день у вас лампочка загорается позже, потому что вы спите, а в будни и не раньше. Да. Удобно. Ну, кроме лампочки, конечно, можно любую нагрузку. Понятно, понятно. То есть, вентилятор, что хотите. Таймеры. Электронные. Плюсы. Возможность программирования по дням недели и последовательного включения-выключения нескольких бытовых приборов. Минусы. Более высокая стоимость. Необходимость сетевого либо автономного электропитания. Таймеры созданы для повышения уровня комфортности в нашей жизни. Они экономят электроэнергию и достаточно просты в применении. Не нужно быть специалистом, чтобы установить таймер времени. Достаточно просто воткнуть его в розетку и задать расписание. Таймер будет отличным помощником вам по дому. Он вовремя включит чайник и микроволновку утром. Также очень удобна функция случайного включения-выключения света в квартире во время вашего длительного отсутствия. Таймер включения-выключения света создает эффект присутствия хозяев в доме и отвадит непрошенных гостей. Итак, смотрим, сравниваем, выбираем. Субтитры создавал DimaTorzok Дом — это не просто место для ночлега. Это наше жилище, наш очаг. Это особое место для уединения, отдыха, общения с родными, близкими и друзьями. Любые у нас какие-то вечеринки и посиделки происходят постоянно на кухне. И каждый из домов отражает душу своего владельца. Уникальную и неповторимую. Один дом — один хозяин. Программа «Хозяин» на телеканале «Усадьба». Пойти на охоту и вернуться с добычей.